В одной из колоний пингвинов Адели, проживающей в Антарктиде, насчитывающей более 18 тысяч пар, произошла массовая гибель птенцов от голода. Выжить удалось только двум детенышам. По информации Всемирного фонда дикой природы WWF, чрезвычайно большое количество ледяных образований вокруг колонии вынудило взрослых пингвинов совершать более длительные путешествия в поиске пищи, чем обычно. Птенцы не сумели пережить отсутствие родителей. Наблюдения за пингвинами Адели ведутся с 1960-х годов, и нынешняя экологическая катастрофа уже вторая за этот период. При этом предыдущая массовая гибель была зафиксирована лишь 4 года назад. Тогда птенцы погибли от переохлаждения после того, как заморозки внезапно сменились дождем. Ученые отмечают, что толщина антарктического льда на протяжении года меняется, но все нарастающие климатические изменения на материке делают эти колебания экстремальными. С уменьшением ледяного покрова в Антарктиде численность пингвинов Адели за последние 25 лет снизилась на 65%. По прогнозам, к концу 21 века около 60% привычных для пингвинов Адели мест обитания станет непригодными из-за отсутствия льда, дождей или рекордных морозов. Биологи не могут повлиять на толщину ледяного покрова, но они напоминают, что некоторые меры по спасению пингвинов предпринять можно. В первую очередь следует запретить промысел криля в этих районах, и тогда птицам станет легче добывать пропитание. Даже та публичная информация о глобальном изменении климата, которая ныне доступна для мировой общественности, свидетельствует о развитии крайне негативной ситуации для человечества. В частности, как вы знаете, в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата МГЭЙК от 31 марта 2014 года говорится, что на всех континентах и пространствах океанов уже наблюдаются воздействия изменения климата в связи с высокими уровнями глобального потепления, и мир плохо подготовлен к рискам, связанным с изменением климата. Отмечается, что уже сейчас наблюдаемые последствия изменения климата затронули экосистемы суши и океана, некоторые источники средств к существованию людей, системы водоснабжения, сельское хозяйство, здоровье человека. То есть люди, сообщества, экосистемы являются уязвимыми во всём мире, но с разной степенью уязвимости в разных местах. Последствия изменений более значительного масштаба могут оказаться неожиданными, чрезвычайно серьёзными, всепроникающими и необратимыми. Цитата из доклада учёных АЛЛАТРА САЙЕНС о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.